привет друзья сегодня обзоре кершик командирская утка дуг команда значит что-то наподобие охотничьего ножа наверно производитель хотел этим показать что ну то есть командирская утка 1 утка в косяке которые на летит когда собирается очень улетают теплые страну вот мы только отступление вот такой вот ножичек ножичек старый клипса не равная лицу другая поставок лица была утеряна нож его выменял значит вот моделька его китай по 8 chrome стандартно ставит старенький ножичек больстера металлические съемные я хотел их переделать здесь стоит ассист так что ну то есть я был готов к тому что переделывать больстер значит надо фрезеровать углубление подать под ассист но дело в том что когда я выменял он на картинке казался больше и но когда он пришел я понял что я не буду его переделывать потому что но мне просто мал то есть он меня просто выпадает из руки вот видите я его заберу как бы беру в руку у меня такое ощущение что у меня вот так вот сейчас выпадет то есть рука в руке у меня он не фиксируется и нужно рука поменьше хотя у меня небольшая рука даже вот это клипса который я поставил достаточно массивный побольше чем у кершика и добавляет добавляют ухвата стих ухватов чем стал более хватки но все равно мне недостаточно в общем рука все равно не заполняет вот такой вот гринту собственно давайте пройдемся клипсу можно переставить думаю что это особенно никому не нужно насечка насечка очень хорошая тормозит палец и не разрывает его небольшой люфт потому что ассист можно подтянуть ну тогда будет наверное ассист будет не такой активный вот так наверно он неровный потому что давайте собственно подтянем так ну в общем вот лезвий вернулся по центру значит ассист все так же работает можно еще подтянуть но ниже в этом необходимости в принципе все и так уже по центру видимо разболтался я им особенно ничего не делал честно скажу даже его по-моему не брал никуда вот он пока пришел мне его взял в руку и понял что это не мое вот ну то есть я уберу вот так вот и у меня получается так что ну вот так вот прям выпадают для примера вот у меня подаренный дженни кершик тоже 3840 free fall по моему насколько я помню значит этот кершик у нас давайте сложим их имеет практически такую же рукоять как вы посмотрите по длине то есть рукоять практически такая же ну может чуть-чуть он он побольше ну прямо чуть-чуть совсем при этом free fall в руке лежит великолепно у него есть запас даже и в общем даже и намека на то что он выпадает нет но про клипсу глубокой посадки вообще молчу и это моя любимая вещь но факт что нож очень удобно лежит в руке в отличие от дух командора который явно для меньшей руки то есть он ну вот как-то неуверенно у меня в руке лежит хотя по габаритам как видите это практически идентичный еще один кершик тоже один из моих любимых я сказал 3812 тайстал как-то называется так вот он также имеет чуть побольше примут он чуть-чуть побольше и ручка соответственно тоже чуть-чуть побольше то есть он совсем чуть побольше . совсем немного больше но как видите вот примерно в одном размере он но при этом также в этом кершик у меня очень удар хорошо лежит и ручка как видите тоже пистолетная такая немного загнутая и как и его free fall и но при этом тайстал у меня прекрасно лежит тоже в руке или очень прям хорошо и free fall соответственно тоже ну то есть собственно говоря повторяюсь носичка кстати у free fall гораздо хуже чем вот у друг командора они не агрессивные при этом очень хорошо тормозят руку а здесь такой фальш-лезвие у free fall и они достаточно глубокие они прям вот разрывает палец но еще раз повторяюсь вот эти кершики у меня хорошо лежат в руке а друг командор у меня маловато но это мое личное ощущение может как будто он понравится принципе раритетный нож он уже не выпускается и в общем с этой уточки такой может кому-то будет интересно да я готов сменять там если кому интересно обращайтесь потому что но маленьким я не буду просто переделать я хотел повторяюсь хотел на больстер сделать подороже но но маленький прям вот мне он мало так ладно давайте пройдемся по ттх где моя любимая крыса нелюбима конечно так если вас найдем крыса бесконечные ножи вот крыса так как видите тут вообще сильно она отличается то есть гораздо меньше крыса рабочую область у нас даже тоже поменьше где-то миллиметров на 5 на 7 до где-то миллиметров на 5 на 7 и ручка какую сантиметр на полтора на на меньше так так значит есть у нас товарищи 131 грамм толщина лезвия у нас 03 и сведения 0606 и 08 на кончике то есть достаточно умовит в принципе но из-за того что вогнутые спуски и сама лезвие тоненькая он принципе и порезал ну то есть я уже построгал порезу продуктом принципе нормально режет вот надеюсь было интересно давайте порежем продукты построгаем чтобы вы смогли сложить свое мнение об этом ноже никому интересно собственно говоря пишите я не буду снимать так вот Так, давайте посмотрим, на что способен утёрок. Совершенно так, немножечко построгаем, просто для интереса. Нож имеет заводскую заточку, он уже был в использовании. В общем, что есть, то есть, я не стал его подправлять. В принципе, как видите, более-менее бумажку он режет. Главный вопрос у меня к тому, что он маленький, и насколько он будет резать или не будет вываливаться из руки. Так, начнём. О, это ясно. О, это ясно. Уживая. О, что он. Это ясно. О, что ясно. О, что ясно. О, что ясно. неплохо мне нравится строгает и нормально строгает принципе никакого дискомфорта нигде не испытываю может быть вот где-то вот здесь вот видите полоса это у меня папа попадает внутрь лайнера он острый так я больше не буду строгать давайте ему что поврезаю вот вырезать он неудобный вот эта пистолетная им здесь горбик такой вот не очень удобно получается что работаешь вот этой вот частью как-то не очень не супер и он начинает двигаться вот видите у меня проваливается а внутренняя часть лайнеров она острая и это все начинает двигаться и разрезать руку это неприятно так что им только только пистолетным хватом либо надо разбирать так же как во всех китайцах снимать фаску слой неров я скажу так не супер вырезает не супер далеко мне так по ощущению что он уже поступился вот нормально так ладно давайте проверим удивительно но мне кажется что он поступился то есть он принципе был изначально заточен не супер но видимо здесь совсем миленькая такая железка мне кажется он поступился вот ну ладно в общем то ладно так проблем я не вижу может быть стоит его переточить конечно и попробовать еще раз там все это может просто немножечко не докалили железку и она чуть помягче может быть в принципе 8 chrome не очень такая не супер не супер чемпионка удержания режущей кромки ну вот такой вот ножичек маленький вырезать им как бы не очень удобно потому что вот рука ездит так строгать в принципе можно надеюсь вы тоже смогли сложить мнение об этом ножи